Здравствуйте. В этом году нас просто атаковали вирусы. Очень много заболевших. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь новая система для укрепления нашего иммунитета? Это всех интересует, абсолютно. Чаще задают вопрос, существует ли таблетка, которая поднимает иммунитет. Нет, такой таблетки не существует. И для того, чтобы укреплять иммунитет, мы должны соблюдать самые простые правила. Мы должны нормально питаться. Самое важное, мы должны хорошо и нормально отдыхать, спать определенное количество часов. И, естественно, физическая нагрузка и общее укрепляющее мероприятие нам в помощь, так называемый здоровый образ жизни. А по поводу нового. Новое, это, как все знают, хорошо забытое старое, так утверждает руководитель Центра Мир Кунг-Фу Евгений Владимирович Безрукаловый. Мы у нас в гостях. Евгений Владимирович, добрый день. Здравствуйте всем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос для вас сразу есть. Есть знаменитые монахи Лафушона, которые жили, ну, согласно легенде, конечно, 130 лет и более. Да, было такое дело. Такое возможно? Возможно. Или это только мифы все? Нет, это возможно, это все реально. Есть очень много гимнастик, практик, правильное питание. Все же об этом и говорили. Да, вообще для меня понятие кунг-фу это что-то боевое. Это только про боевые искусства, про драки. Нет? Есть какие-то направления определенные? Оказывается, это про длинную и здоровую жизнь. Нет, на самом деле кунг-фу это общее слово. Мы сейчас занимаемся кунг-фу с вами общаясь. Кунг-фу это работа-время. А внутри кунг-фу много подразделов. Тай-чи, ву-чи, цигун, най-гун, чикон, пакуа, сини. Это направления, которые раскрывают какие-то темы. В каждой теме есть оздоровительная гимнастика и боевое искусство. Как плюс-минус. Вот чем мы сейчас будем заниматься? Оздоровительная гимнастика. Как это называется? Ву-чи. Выходите, давайте вместе позанимаемся ву-чи. Укрепим наш иммунитет и только. Вот это самое древнекитайское слово ву-чи очень созвучно белорусскому слову. Вучень, наприклад. Так. Можно сказать ву-чи, ву-чи, здоровье получи. Да, ну давайте же изучать, как получать здоровье без лекарств. Да, есть такие практики. Но смотрите, сегодня у нас задали вопрос по иммунной системе. Вопрос решается двумя упражнениями. Первое – это улучшение работы коры головного мозга по выработке электричества. Если у человека этот показатель ниже нормы, ну скажем 2-3, то это уже проблемы в виде болезни Пакерсона. Поэтому есть специальное упражнение, очень простое. Я сейчас подберу упражнение, которое могут выполнять люди 70-80-90 лет. Второе упражнение направлено на поддержание работы сердца. И эти два показателя получают в эффект иммунную систему поддерживающую. Как интересно. Сделайте вот такое движение. Это еще также профилактика инсульта. То есть просто покачивание, да? Просто покачивание, да. С пятки на носок, с носка на пятку. И смотрите, что вы сейчас должны сделать. Сейчас, отклоняясь назад, поднимайте руки и посмотрите, насколько они у вас поднимаются естественно. То есть не сама, а... Да, да. Вот отклоняйтесь, и вот они будут подниматься сами. Вау! Хорошо. Если вы отклоняетесь назад и ладошки поднимаются до уровня сердца, это хорошая норма. Значит, все отлично. То есть у вас со здоровьем все прекрасно. Иммунная система отличная. Это показатель. Но люди в возрасте будут делать, у них будет вот так вот делать все. Значит, понятно, что нужно подкачать, то есть подбавить чуть-чуть электричества. И для этого есть специальное упражнение. Посмотрите, что мы сейчас сделаем. Значит, вам нужно сейчас наоборот перенести вес на носочки, приподнять немножко грудь и плечи вперед и сделать вот такое движение. Вибрация. При этом, посмотрите, я делаю еще движение пятками. То есть... Да-да-да-да. Такая кула, знаете, на шарнирах, да. Что мы этим делом поднимаем? Электричество, коры головной мозга. А, понял. Все. Если бы рядышком была электрическая лампочка, она бы зажглась. Да. Софиты работают, у нас там люди сидят и... Делайте это упражнение. Делаем, делаем, делаем. Мне нужно, чтобы вы посмотрели, какой будет эффект. Вибрация очень легкая, расслабленно. Коленки тоже работают, да? Коленки работают. То есть вы стучите чуть-чуть пятками. Вес вперед 15 градусов. Надо быть расслабленными. Как хорошо, внутренние мышцы ног при этом напрягаются. Кажется, я скоро по-китайски заговорю. Делается это упражнение 2-3 минуты. Но вы через минуту можете уже проверить. Давайте мы посмотрим. Остановились и сейчас опять отклонитесь назад. Почувствовали, как поднимаются руки больше? Быстрее поднимаются? Быстрее, не легче руки. Прямо как будто бы какая-то подушка поднялась сверху. Так взлететь можно. Да. Второе упражнение относится к технике обезьяны. Это мне нравится. Смотрите. Развиньте ступни наружу. Согните колени. Сейчас приподнимите грудь вперед, как будто вы горилла. И таз ставьте назад. Руки перед собой. Ага, расслабьтесь. И делайте вот такое движение, как делает горилла. А надо что-то говорить при этом? И при этом нужно очень быстро дышать поверхностное дыхание. Посмотрите, как это делается. Получился, видите, такой маленький комплект всего из шести минут. То есть у вас идет такая маленькая диагностика. Вы послушали. Ага, не хватает энергии. И можете в любой момент, в любое время, там днем раз-раз-раз посмотрели. О, отлично. Все, пошли дальше. Ну, например, на работе. Не хватает силы. Обесточен. Устал. Расслаблен. Поделал. Зашел к начальнику в кабинет. Зашел к начальнику. Гориллу. Гориллу. Что ты делаешь? Расслабляюсь, говорит. Таким образом, 2-3 минуты. Одно упражнение, 2-3 минуты. Другое упражнение. 6 минут достаточно в день. Достаточно неплохие упражнения. Физическая нагрузка. Активность. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Мы благодарим наших гостей, а также эксперта, руководителя Центра Мир Кунг-Фу Евгения Владимировича Безрукалова. Спасибо, доктор, за ваши рекомендации. Мы обещаем их соблюдать.